Дети это будущее каждого государства и с этим трудно спорить. Ведь от того, как государство позаботится о своем подрастающем поколении, зависит завтрашний день нашего общества. Столь актуальная тема объединила в едино будущих учителей с разных уголков страны на международной олимпиаде по педагогике права ребенка в современном мире. Данное мероприятие посвящено выдающемуся польскому политологу, писателю и общественному деятелю Янушу Корчику. 5 апреля международная олимпиада торжественно открыла свои двери в стенах института психологии и образования Казанского федерального университета. Известно, что Януш Корчик погиб вместе с двумя стами своих воспитанников и 12 педагогами сиротского дома из Варшавы в 1942 году. Он стал жертвой фашизма, он стал жертвой нацизма. И сегодня говорить об этом тоже очень и очень важно, очень и очень актуально. В мире неспокойно и тяжелее всего, конечно же, детям. На открытии олимпиады участники поближе познакомились с будущими иногородними коллегами, проявили интерес к культуре и истории Татарстана, а яркие номера творческих коллективов Казанского федерального не оставили равнодушным никого. Следующим и основным этапом олимпиады является представление и защита своих исследовательских трудов, которые ребята презентуют в лагере Яльчик. Все эти проблемы, несомненно, требуют незамедлительного решения. Затронули важную проблему суицида и средства коммуникации. Люди не замечают друг друга, не умеют общаться, поскольку всегда в своих гаджетах. Я хотел бы, чтобы каждый ребенок обрел свою семью. Вот эта проблема меня больше всего беспокоит, так как большинство моих друзей – это те ребята, которые вышли из детского дома. Остается только добавить, что участие студентов в данной олимпиаде способствует формированию знаний, умений, навыков и развитию личностных качеств. И, что немаловажно, Институт психологии и образования Казанского университета всегда готов поддержать подобные инициативы и принять активное участие в воспитании профессиональной компетентности будущих учителей страны. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.